Здравствуйте! Меня зовут Людмила Александровна. Я работаю в 17-й школе. Работаю я очень давно, с 1976 года. Мне в жизни повезло, что я прислала эту школу, где работали такие замечательные учителя, как Тамара Ивановна Степанова, Тамара Ивановна Потолицына, Нина Михайловна, которая сама была из Ленинграда. Они настолько были интеллигентны, настолько любили свою профессию, что непроизвольно вот это ко мне все передалось. Через три года я хотела вообще оставить свою работу. И вот они все, эти Тамара и Ванны, сели вокруг меня, разговаривали со мной. И так вот я осталась. И мне понравилось. И по сей день я работаю. Когда дети приходят в школу, мы в первую очередь группируемся, играемся, чтобы коллектив какой-то у нас образовался. Я очень много времени теряю на это, в начале, на то, чтобы их сдружить, чтобы они умели учиться, правила изучаем, ну и так далее, скажем в школе. А потом уже работа начинается такая вот, активная. Потом учитель должен и родители тоже сплотить. Их тоже надо сдружить между собой, как и детей. Надо в содружестве с родителями всегда работать. И тогда вот это нету грани какой-то. Где твое дело, где родительское дело. Был вот инклюзивный класс у меня, самый настоящий. Ну вот эти дети, они же такие же дети, как и те дети, которые сидят в классе. Ну сначала, конечно, твой пример. Ты сама показываешь, немножко рассказываешь, как нужно относиться к таким детям. Показываешь преимущества этих детей. Насколько они умны бывают в каких-то моментах. Друг у друга всегда учимся этому. И всегда благодарим за удачные ответы, за помощь тебе оказанную. И так они приучаются. По жизни, скажем, учиться, я, наверное, такая же, как и все ученики. Мне самой интересно знать. Я помню, когда я вообще, несколько лет тому назад, мне очень сложно было научиться печатать. Я плакала, сидела. Потом дочку позвала, чтобы она мне помогала. А потом сказала себе, ну бог ты мой, да это что такое-то. Возьмись. Ну и за лето я всему научилась. Теперь я мечтаю, что я буду в классе, в актерах, говорят, не стоять у доски и объяснять, и идти, чтобы подключились дома и слушали. Давно об этом мечтаю. Говорят, что в этом году нас будут этому обучать. Просто буду счастлива. Наверное, больше всех, кто может сделать так, что учитель не хочет работать, это родители. Когда родители не поддерживают учителя, тогда ему, наверное, не хочется и работать. Но были моменты, мы все равно находили общий язык. Как-то. Либо так, либо так, но все равно стараешься. Ну и я думаю, что в этих моментах учителю не нужно быть, скажем, нельзя думать, что ты всегда прав. В моей жизни тоже были ошибки. Я вполне, то есть осознаю эти ошибки. Я на всех ошибках училась. Но я всегда говорила, чтобы меня простили, что я исправлюсь. То есть такие вот случаи были тоже, конечно. Учитель, особенно в начальных классах, он должен подняться до уровня ребенка. Вот тогда будет хорошо. Но самое главное, нужно понимать его, как ребенка. Ты понимаешь его, принимаешь его такой, как есть. Не ставишь себя выше его. И главное всегда сразу прийти на помощь к такому ребенку. И тогда будет хорошо. Мне так кажется. Нельзя быть безучастным. Вот так вот работаем, трудимся. И работа мне нравится. Без нее как-то я не представляю себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин